На Ямале продолжается всероссийская перепись населения. Для развития экономики и социальной политики государству необходимы данные и статистики о каждом. Процесс участия в переписи в этом году максимально прост. Самое главное – желание и немного свободного времени. Виктория Головко расскажет подробнее. Впервые в истории сбор данных о жителях страны проходит в цифровом формате. Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится в течение месяца. Внести информацию о себе можно тремя способами. Удобно и быстро для большинства – через портал или приложение госуслуги. Воспользоваться такой формой опроса можно до 8 ноября. Передать информацию о себе, знать о своем происхождении, о жизненных ситуациях, о работе, о доходах – это долг каждого гражданина Российской Федерации. В целом всем нам предстоит дать ответы на три десятка вопросов. Они касаются семьи и возраста, жилищных условий, образования, национальности и трудоустройства. Участие в переписи примут и иностранцы. Для них предусмотрен отдельный блок вопросов. О том, как проходит перепись 2021, население информирует контролеры. В доступной форме они рассказывают, как и где можно оставить сведения о себе. Под моим началом работают 9 контролеров. Один из них у нас, стационарный участник, находится в МФЦ, где каждый гражданин может прийти и переписаться либо на стационарном компьютере, либо на планшете у самого переписчика, если ему не хочется, например, или он не знает, где нажимать какие-то клавиши. Каждый для себя определяет наиболее удобную форму участия в переписи. Главное, что сами жители проявляют активный интерес и желание поучаствовать в общенациональном мероприятии. Я считаю, что для государства это очень важно, ввести статистику прироста населения, отслеживать рост демографии, ну и также по численности рассчитывать выплаты какие-то социальные, допустим, детям, многодетным семьям. Третий способ участия в переписи населения – встреча с переписчиками дома. Специальные профессиональные атрибуты отличают людей особой миссии. Обязательно у нас должно быть удостоверение. Именно жилетка переписи населения всероссийской нам выдали вот такой вот еще портфельчик, где мы можем сложить ручку, блокнот, планшет специальный. Ну и, естественно, средства защиты обязательно нам выдают тоже. Общение с переписчиками ожидает и тех, кто ответил на вопросы самостоятельно. QR-код, подтверждающий участие в вопросе, необходим для дальнейшей обработки данных. Опрос населения завершится 14 ноября. И важно понимать, что ответы каждого жителя повлияют на программы развития региона и страны в целом. Окончательные итоги переписи населения станут известны к концу 2022 года. Виктория Головкова, Владимир Николаев, время местное, поселок Харп.